Часть вопросов повестки Думы касалась утверждения ликвидационных балансов администрации поселений в связи с переходом Хасанского района в округ, а также передачей имущества. Вопросов было много, потому что не до конца еще ликвидированы, будем говорить, поселения. Поэтому рассматривали вопрос как ликвидационные балансы, так и промежуточные в отдельных поселениях. Передача имущества – это тоже такие, может быть, кому-то кажутся формальные вопросы, но это глобальные, потому что мы должны провести действительно активизацию всех тех имущественных, будем говорить, отношений, какое имущество мы принимаем на баланс Хасанского муниципального округа. Также во время заседания депутаты утвердили порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Хасанского округа и предоставленные в аренду с аукциона. Рассмотрены были ставки, как земельные ставки и ставки по торговле, потому что в зависимости от того, какие объекты торговли будут где размещены, чем они будут заниматься, от этого зависят также и будут ставки. С этим можно будет познакомиться в рамках нормативно-правовых актов на сайте непосредственно Хасанского муниципального округа. Одним из актуальных и важных стал вопрос об установлении меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории Хасанского округа. Этой выплатой могут воспользоваться наши многодетные семьи, которые попали в реестр для получения земельных участков. По 837-му правовому закону это в земельном участке предоставляется многодетным семьям на иной вид компенсации. Это денежная компенсация в размере 300 тысяч рублей. Установление такой выплаты депутаты поддержали единогласно. Так что многодетные семьи смогут обратиться за ее предоставлением в случае, если по истечении 180 дней со дня включения граждан, имеющих трех и более детей в реестр, администрации Хасанского округа не принято решение о предоставлении им бесплатно в собственность земельного участка. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.